Идем в лес, но сначала мы пойдем позавтракаем в ресторанчике, которое находится в лесу. Такое вот красивое место. Вот такие антибактериальные перед тем, как заходить в заведение. Какая мокрая. Смотрите, какое красивое место. Солнечное. Красивенько. Муж мне отодвигает стул. Это придорожный ресторанчик в лесу. Вот такая вот сказочная воздушечка. Они здесь тоже рыбу разводят. Практически все рестораны в лесу разводят рыбу. Рыбу. Красиво. Пескало, мой amor? Пескало. Да? Пескало. Пескало. Не пойду, мой мой. В кафе. Пескало. Немножечко поломаны, но здесь особо сейчас люди предпочитают внутри находиться Супер-бен, mi amor, muchas gracias, buen trabajo Вообще очень здорово, да, вот в лесу у них вот везде постоянно столько этих ресторанчиков В лесу не дико, хотя красиво Вот сейчас мы здесь как раз остановимся, припарковались и покушаем, позавтракаем И пойдем прогуляемся в лес и пособираем шишечек Очень красивый вид, просто сказочный Еле такие вот, видите, очень красивые Пахнет Сегодня, на удивление, очень тепло Обычно в лесу в любое время года очень холодно Тем более в такое время года, как сейчас Сегодня это 20, я скажу, какой ноября Так, 28 ноября Обычно в такое время года очень холодно Но сегодня нас погода просто радует Мало того, что солнышко, и оно греет Обычно солнышко светит, и оно греет в лесу Но сегодня просто сказочная погода, прям для нас Собачек мы покормили Вот бездомных собак В лесу их тоже очень много Вот мое кофе подходит Смотрите, это мексиканское традиционное кофе Называется кофе de café de Oya Или я его называю Олькино кофе А пишется Oya через BL Как бы Olya Oya То есть, получается, оно идет со специями Уже сладкое Варится кофе Там кардамоны Так, значит, это кофе содержит Ну, в общем, оно варится с разными специями Кардамон Так же самое наподобие, как индийский чай Но только кофе Кстати, очень-очень вкусно Мне нравится Всегда такое ароматное Приятное Вот Не знаю, как объяснить, как передать Но очень вкусно Попробуйте Называется кофе de Oya Пишется через D Ну, это как бы приставочка О-Л 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 О-2-Л Как раз здесь, мимо У нас все дезинфекция Все-все-все везде дефиксируем Пандемия Все-таки не хочется заболеть Много уже больных В общем, кофе de Oya Попробуйте ввести как-то в интернете О-2-Л и А Как бы Оля О-Я-Оля Как-то так В общем, очень вкусно Попробуйте, рекомендую Эта мексиканская лепушечка Называется Клако-Ес Вот Она состоит Вот это вот Из Голубой Муки Смешанная С Водорослями Это Авокадо Это сыр Это консервированный Нопаль Называется Нопаль Это кактус Клоский такой кактус Он, кстати, очень вкусный И полезный для предиетов Им наедаешься Он насыщает Но при этом содержит Один листок Только 25 калорий На нем Отлично Сидеть на диете При похудении Ну и Сальца Это острый Соус Из свежего Зеленого чили Но он не сильно Такой прям острый И мой муж говорит, что Очень сильно острый Да Ну бывает Через раз Вот так вот он выглядит Этот вот Клакоис Вкусненько В принципе Моя лепешечка Содержит Цветочки Тыквы Вот она полностью Из цветочков Тыквы состоит И это все Это лепешка Оно все Практически не соленое И не калорийное То есть полностью Вся эта Такая вот огромная лепешка Может быть Около Ну до 100 калорий Не больше То есть насыщаешься Очень вкусно И то есть Не поправляешься От этого Вкусно Полезно Все натуральное Последнее сегодня Из моего лесного меню Вот такая вот лепешечка Называется Тортия С Литакос Ну в общем Я не буду есть Вот этого синего Потому что я буду слишком Насыщенная Мне нужно еще по лесу ходить Шишки собирать В общем Это та же самая лепешка синяя Из водорослей Смешанная Синей муки Сыр Мяска Вот Мяска жарена Но как бы сковородочка Овощи И Этот Напаль Напаль Который кактус Вот такая вот Это как Как наша вот Русская сковородочка Только на лепешечке И вот Наш завтрак На двоих Обошелся нам 9 долларов Это так же самое Нескать гривен Кто с шеевыми Пускай там будет 230 гривен Где вы еще в лесу Покушаете на 9 долларов В принципе Еда была достойная Не Конечно же не Голливуд Не супер Но это все в лесу И это красиво Посмотрите Какое место Красивое Какой пейзаж Какие ароматы лесные И сейчас мы идем Собрать шишки И мы Прям где-то Отставим наш мотоцикл Припаркуемся Прям у них Вроде бы Здесь как бы Безопасно И достойно Красиво Свежо И я думаю Что Это нормально Муж не знал Что я снимаю И видите Непонятные странные звуки В Мексике Тоже оказывается Есть шиповник Если я не ошибаюсь Похоже на шиповник Вот Тоже оказывается Здесь такой есть Не знаю Можно ли его собрать Или нет Может просто по-другому Называется Я люблю пить Чайок из шиповника Но ни разу как-то не видела Его в продаже Может не так искала Или не там Классно Вообще супер О, мы наконец-то нашли Поляну шишек Далеко не придется нам подниматься Ки грандотес Ой, ну манчес Смотрите какие большие Кедровые шишки Просто красота Вот Да Просто красота Вот Рождество спасено Christmas Eve У нас будет дома хорошо теперь пахнуть Потому что мы елку не хотим живую Она сохнет Потом осыпается Мой муж слишком близко принял к сердцу эти все сборы И он все поднимается выше и выше Он напоминает мне из сказки Который по ниточке с клубочком Ребенки шел И в домик сказочный Пряничный домик нашел Так вот и мой муж Чем выше поднимается такой кричит Хватит там собирать Собирай красивые Красивее больше там Мы их потом подсушим Кончики подкрасим Будет такая красота В магазинах сейчас Такие вот шишки Уже покрашены готовы Они так дорого стоят На минимум как одна штучка Один два доллара Вот А мы не пожалели своего времени Пошли в лес Вот такие вот шишечки Решили нас собирать красивые А Уми Так какая из них красивее Мне они все красивыми кажется Если честно Он кричит Эта кривая не бери Я говорю давай возьмем с ней Дома будем перебирать Такой нет сразу бери Красивый ровный Так ну Можно так сказать что нам повезло Найти такую аллею шишек чтобы Высоко не подниматься После завтрака Немножечко сложно Мы потом сравним у него свой пакет У меня свой пакет Мы потом сравним у кого лучше шишки И каждый будет красить шишки сам по своему Где-то здесь еще много Your back is full Okay Let's fill up my back We can also give one for gift Ready one Так мой муж решил пописать Я отвернусь Так да Здесь еще в лесу Огромнейшие грибы Поляны Но нужно идти более глубже Потому что с краев грибники уже все пособирали Вот такие вот делишки Делишки Вот так вот в лесу мексиканском Видите вот такая поляна Собирание Хочете шишек Мы накрасим Насушим Будет красота И будут пахнуть они Ну можно их В подарок тоже Пришли гости Раз подарили Шишечку Такую вот Красивенькую Вот такие вот растеницы Лечебные в Мексике Растут Смотрите Смотрите Вот таких вот веточек Мы еще на аномалии Поставим их в вазочку Вот Самые нижние такие И будет у нас спахнуть Потому что елку мы не хотим живую покупать Портить зачем Все равно через неделю она засохнет Осыпется Мусора будет полно Вау Битлз Мусора будет полно И все Мусора дома Елка испорчена А так вот веточки пахнут Будут шишечки Будут пахнуть Будет вообще красиво И пахнуть Будет классно Привет Привет Матер Музора Мих